Всем привет! Я продолжаю сборку бомжа экструдера, не знаю может быть будет и третья часть Шабашки с Али еще не дошли, вот небольшая нарезка с первой части Я решил собрать бюджетный экструдер из того что найду на свалках, заброшенных домах, возле технических зданий За лето я успел набрать нужные мне материалы, из них я попытаюсь собрать бюджетный экструдер Который должен обойтись мне полторы две тысячи рублей Смотрите первую часть о том как я собирал запчасти для бюджетного экструдера в моих прошлых видео Я еще конечно полазил по заброшенным зданиям и набрал всякую кучу сгонов, муфт, водопроводных Вот такие вот обалденные тумблера, думаю они очень пригодятся Не знаю насколько этот аппарат вообще работоспособен, что-то я в нем не уверен Ладно приступим к сборке Основание для экструдера который я взял мне не совсем подходит Мне надо спрятать блок питания Короче пришел к тому что я соединю эти две фанеры от боковых ящиков найденные на помойке Ну вот блок питания отлично спрячется снизу Я специально оставил зазор, чтобы закрепить тумблера, провода и еще какие-либо средства управления Думаю двойной слой с фанеры будет достаточно жестким основанием для экструдера В вашем случае не заморачивайтесь Если у вас есть фанера, то проще вырезать нужную площадь для основания Сейчас надо как-то сделать упор сверла Крепить все это буду я вот на такие вот болты Но в вашем случае будет дешевле купить одну шпильку Почему я использую такие крепления как шпильки Да потому что проще регулировать горизонт, высоту В самоделках это очень нужная вещь Сейчас я покажу как будет выглядеть само крепление Думаете я импровизирую? Конечно же нет! Когда я катался по свалкам, у меня уже был предварительный план Какие приблизительно железячки мне надо найти Эх, когда-нибудь побьют меня соседи Потому что черновой работой я занимаюсь ночами Из-за этого такая нудная музыка Все эти гайки, болты, шпильки, шайбы Я тоже скрутил на свалках за лето Вроде одна деталь готова Ну что, теперь надо закрепить вот эту вот байду Движитель от стеклоочистителей Если вам нравится дрочить напильником каждый уголок, каждую фаску Ради Бога! Я на такие мелочи не собираюсь тратить время Да и станок получится брутальный Ну и отлично! Теперь надо поработать с малым зубчатым колесом Посмотрите, какое конусное зубчатое крепление на редукторе этого двигателя Здесь без железной вставки не обойтись Я немножко закосячил, разрабатывая малое зубчатое колесо Внутренний диаметр у меня оказался меньше Из-за этого, когда я вбивал шайбу, зубчатое колесо лопнуло На всякий случай, посмотрите размеры этой шайбы Ну а я иду исправлять модель и перепечатывать Старая шестерня послужит отличной направляющей для сверления отверстий в шайбе Внутренний диаметр шайбы как раз садится на зубцы этого автомобильного редуктора Диаметр подшипника больше, чем диаметр сверла То, что было на свалках, то и нашел Но вы можете подобрать, конечно, подшипник по размеру В моем случае я воспользуюсь термоусаживаемой трубкой Для пробного экспериментального запуска другого решения я, к сожалению, не нашел Если будущий пациент покажет свое хорошее поведение в работе, то, конечно же, я поменяю подшипник Диаметр сверла шнека, если я не ошибаюсь, равен 12 миллиметрам А вот с креплением большого зубчатого колеса я, конечно, намудрил Конечно, можно было проще все сделать, например, скрепить хомутом Но почему-то я увидел крепление именно так Пришло время женить основание с железячками Пять болтов-шпилек М8 для регулировки по горизонту обошлись мне по 13 рублей за штуку Думаю, такой вид крепления лучше, чем статично закрепленные компоненты Также прикупил держатели для труб Теперь нужно разобраться с этим замечательным блоком питания Я оставлю 3,3 вольта, 5 вольт и 12 вольт Еще выведу с него 220 вольт для запитки кольцевого тена Зачем я оставляю столько много напряжений, да просто хочу поэкспериментировать со скоростью Потому что регулировка широтно-импульсным контроллером у меня не предусмотрена Зеленый провод так называемый power-on закрутите на массу, чтобы блок питания запускался автоматически Обязательно проверьте, чтобы все обрезанные провода были герметичными Не буду изобретать всякие крепления, а прикручу блок питания прямо к основанию Обязательно обратите внимание, чтобы это был верх блока питания Иначе вы попадете в плату Вот и пригодились переключатели, которые я нашел на свалке Для первого переключателя я хочу назначить функцию реверс А для второго переключателя понижение повышение напряжения Тем самым я хочу добиться хоть какую-то регулировку скорости В качестве опоры я использую железяку найденную на свалке Также эта штука похожая на шпильку послужит креплением для редуктора от автомобильных дворников Пришло время развлечения с трубой Это будет завершающая стадия сборки экструдера Труба у меня будет многоступенчатая Это связано с тем, что можно будет регулировать накрываемую длину от сопла до шнека Ну и плюс вот здесь можно поставить радиатор Я очень пожалел, что взялся пилить вручную этот вырез для трубы Если у вас есть такая возможность, то конечно лучше воспользуйтесь болгаркой Или например наждаком Я час делал этот пропил Сломал 4 сверла и одно полотно Предлагаю посмотреть эту сборку без комментариев Надоело мне подбирать каждому плану какие-то слова Если у кого-то возникают вопросы, я всегда с радостью отвечаю Пишите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаю небольшой тест, насколько шнек протягивает материал Конечно же скорость должна быть меньше Вот так будет выглядеть этот экспериментальный станок в сборке После того, как я отмою от ржавчины все железы Ну что ребята, шайтан машина собранная наполовину из мусора Вполне имеет право на жизнь Так получилось, что мне придется снимать еще одну серию Побыстрее бы закончить с этим проектом Некоторые немногочисленные зрители, которые залипают в инстаграм Уже видели половину этого видео Можешь и ты быть в курсе еще до выхода очередного материала Что снято? Адрес под видео Главное не болейте! Пришло оповещение, что кольцевой тент прибыл Бегом наверное за ним На этом луноходе я сегодня уже никуда не уеду У нас зима началась Сегодня я уже не успею получить посылку Чтобы не тянуть Выпущу еще одну серию В ней я покажу как подключить электронику Попрошу Катерину, чтобы она измельчила пластик И мы с вами что-нибудь напечатаем Меня не покидает дурная мысль Собрать мини вездеход дома Покататься по этому красивому снегу Но пока я не могу понять, как же сделать гусеницу Если у вас есть какие-то идеи Пишите под видео или на WhatsApp Я с вами не прощаюсь Ходите чаще в церковь Не болейте И храни вас Господь До встречи! Что-то видео как заработать 10 тысяч одной отверткой не зашло Предлагайте свои идеи Про что еще можно снять видео Очень приветствуется! Безумнейшие идеи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова